Всем привет! Меня зовут Юрий Артём, и я из команды Underwaste. Сегодня я вам расскажу и покажу, как максимально правильно, быстро и легко выучить передние садики. Те упражнения, которые я вам дам, они очень простые, но в то же время важны. Если вы их освоите, то вам будет проще работать дальше. Первое упражнение – ковырок вперёд. Это самый базовый элемент, без которого у вас не будет хорошего переднего сальто. Вы поднимаете прямые руки вверх, ваша спина должна быть округлой. Чтобы это легко понять, вам нужно расслабить плечи и сгорбить спину. Висеть на корточке, вам необходимо немного развести колени. Вам нужно руки поставить далеко от себя. Для того, чтобы сделать ковырок в длину. Своими плечами во время всего движения вы тянетесь к коленке. В конце движения вам нужно взять группировку, схватившую за середину боли. Если вы делаете движение правильно, то вы легко встанете на ноги. Неокруглённая спина. Из-за этого удар спиной и вся инерция теряется. Также в корне портится всё движение. Подбородок не прижат к груди. Из-за этой ошибки ваша голова выступает в роли якоря, который будет постоянно вас тормозить. Чтобы исправить эту ошибку, вам нужно прижать подбородком кусок поролона. Руки близко к ногам. Из-за этого ваш ковырок будет происходить под себя. Это чревато тем, что и на сальто у вас руки будут внизу. Коленки тянутся к плечам. Из-за этого ваше движение полностью стопорится. Происходит контртемповое движение. Второе подводящее упражнение. Урок на куб с моста. В этом упражнении ваша цель понять, как работают ноги и как происходит вкручивание. По сути, это начало переднего сальто. Высота матов должна быть примерно на уровне пояса. Мост стоит вплотную к мату. Вам нужно встать посередине моста, высоко подняв руки. Вы опускаете руки через верх, при этом горбите спину. Ваша голова находится между рук. Ваш подбородок постоянно прижат к груди. Руки на ширине плеч. Вы начинаете распрыгиваться жесткими ногами, не сгибая коленки, поднимая поясницу строго вверх. В основном ваше движение должно быть направлено вверх и немного вперед. Дальше вы делаете точно так же, как делали ковырок вперед. В конце берете руками группировку. Расслабленные ноги или мягкий толчок при распрыгивании на мосту. Если ваши ноги расслаблены, то вы не можете вытолкнуться вверх. Ни в коем случае не сгибайте коленки. Такой толчок только пригоден на твердом полу. Ваш ковырок происходит под себя. Ваше движение должно быть направлено в основном вверх и немного вперед. Не старайтесь делать ковырок внутрь. Прыжки на полной стопе. Они вам так же не дадут высоты. Прыгайте только на носочках, не касаясь пятки. Складывание пополам. Подтягивание ног к груди. Ваша цель поднять пятую точку вверх и тянуться только плечами к ногам. При распрыгивании голова сильно смотрит вперед. Вы можете приземлиться на шею и так же это мешает вкручиванию. Руки и ноги прыгают одновременно. Ваша цель опирается на руки поднимать пятую точку вверх. Теперь мы добавим скорость в небольшой разбег. Но сначала нам нужно понять, как работает топорящее движение, чтобы вылететь вверх. Сначала объясню, как работают ноги и корпус, а потом руки. Нужно стоять на двух ногах и сделать шаг на одну ногу. С нее вы прыгаете на две ноги на носочки. Корпус находится позади ноги. Тело немного прогнуто и подбородок лежат в груди. Вы находитесь в закрытом положении. Когда вы прыгаете на две ноги, вы должны немножко отскочить назад. Теперь я объясню, как работают руки. Руки начинают работать только тогда, когда вы прыгаете с одной ноги на две. Руки поднимаются только сбоку и достаточно быстро. В конечной фазе они оказываются наверху. Основные ошибки. Путаница в ногах. Многие при изучении не понимают, как работают ноги. Когда нужно делать шаг, когда прыгать на две ноги. Это не страшно. Попробуйте делать с меньшей скоростью на приправленной технике. Прилипание ног в конечной фазе. Ваши коленки могут сгибаться. Это неправильно по той причине, что вы не можете отпрыгнуть. Ваши ноги всегда должны быть напряжены. Неправильная работа рук. Ваши руки могут подниматься согнутыми, медленно или в самый последний момент. Из-за этого вы начинаете плохо вкручиваться. Сделав правильное стопорящее движение, вы должны оказаться на мосту. С поднятыми руками, округлой спиной и жесткими ногами. Дальше вы начинаете горбиться спиной и округлым движением вкручиваться в сальто. Точно так же, как мы делали с места. Вы можете слегка касаться руками. Для начала делайте очень небольшой разбег, постепенно его увеличивая. Основные ошибки. Возникают те же ошибки, что мы делали на куб с места. Путывайте в начале движения. Вы не можете понять, когда и что делать. Вы можете путаться с махом руками, с шагом, с разбегом. Чтобы это исправить, делайте движение более медленным. Прогиб в спине. Дает вам быстро крутиться и выпрыгайте грудью вперед. Также с этого положения будет очень сложно делать само сальто. Подтягивание ног к груди. В этом упражнении вы никогда не должны подтягивать коленки к плечам. Действие происходит с точностью до наоборот. Только плечами тянитесь к коленкам. Ваши колени вместе при прыжке. Этого ни в коем случае не стоит делать. По той причине, что вы можете удариться носом, либо зубами. Чтобы этого не было, немножко заводите коленки. Дальше вы усложняете упражнение, не касаясь руками при кувырке. Потом мы добавляем пару шагов и пытаемся сделать уже сальто. Сначала сев на пятую точку, а потом немножко на ноги. Пятое упражнение. Переднее сальто с парой шагов мягкиматом. Вам нужно обязательно найти мягкие маты, для того, чтобы при ошибке вы не запускали приземление в полный присед. Разбег, раскок и вообще все движения у вас точно такие же, как вы делаете на высокий мат. Разница лишь в том, что у вас его просто нет. Следите за всеми ошибками, которые вы допускаете. Если у вас что-то не получается, не бойтесь вернуться назад. Основные ошибки. Отсутствие стопорящего движения. Вы прилетаете очень большое расстояние и не можете встать в ноги. Прямая или пробнутая спина. Она вам не даст быстро и резко крутиться в переднее сальто. Раннее раскрытие. Вам нужно понять, когда вам нужно раскрывать свои ноги. И ваши плечи постоянно должны тянуться к коленке. Расслабленное тело. Обычно так происходит на приземлении. Ни в коем случае вам не надо расслабляться. Подтягивая ногу в группировку. Забудьте об этом движении в этом элементе. Ни в коем случае так не делайте. Вам нужно тянуть только плечи к ногам. Когда вы начинаете делать сальто с места, то у вас становятся прошлые ошибки и недочеты, которые вы не проработали ранее. Стоит начинать делать только тогда, когда у вас идеально выполнены все предыдущие упражнения. Встаньте около пролоновой ямы или очень мягких матов. Вам можно поднять высоко руки вверх и отруглить спин. Вытолкнув себя вверх ногами, закручивайте себя круглой спиной. Такое ощущение, как будто вы делаете каурок на маты с местами. Ваш подбородок всегда прижат к груди. Для начала ваша цель приземлиться на пятую точку сверху. Позже увеличивайте усилия и вы будете потихоньку приземляться на полусогнутые ноги, а потом и бросок. Основные ошибки. Вся сложность заключается в том, что это движение достаточно быстро и сложно уследить все ошибки. Старайтесь работать спиной. Ни в коем случае не допускайте прогибов. В дальнейшем вам не составит труда делать сальто на улице. Для переноса лучше делать в песок или на мягкой лужайке. Но на этом не стоит останавливаться. Делайте сальто на различные высоты с разными вариациями. Желаю удачи в обучении и ждите новых туториалов от Эндервейса.